Отлично! Благодарю за обратную связь. Начинаем наш вебинар по традиции с календаря событий. Сегодня у нас один интересный отчет из Америки. Мы в 18 часов по московскому времени получим данные по потребительской уверенности от университета Мичигана. Больше сегодня статистики интересной не ожидается. Начинаем обзор по традиции с пары евро-доллар. У нас котировки сейчас 1.09.13. Мы продолжаем находиться по сути дела в Аплете, в котором мы уже вчера стояли. Вчера мы опускались до 1.08.67. Сейчас немножко подросли. Но в целом пока что еще до уровня поддержки 1.08.50 мы не дошли. И шансы на то, что мы этот уровень увидим сегодня по-прежнему сохраняются. Они очень высокие. Поэтому в целом здесь в паре евро-доллар ситуация особо изменилась. На мой взгляд необходимо ждать снижения, где у нас получается первая поддержка 1.08.50 и вторая поддержка это уже отметка 1.08.21. Поэтому текущие котировки в принципе уже являются хорошими для того, чтобы открыть позицию на покупку, на продажу, простите. Но если посмотреть на Bollinger на часовом графике, то у нас верхняя граница проходит на 1.09.21. Поэтому лучше получается продавать именно от этой области, если мы находимся без позиции. Если мы находимся в позициях на продажу, то ждем, позиции держим и ждем, когда у нас будет снижение. К чему у нас может быть снижение? Возникать такой вопрос. Здесь необходимо отметить, что в целом наблюдается хороший рост индекса доллара. То есть у нас не просто, допустим, в отдельности пара евро-доллар снижается, а в целом укрепляется индекс доллара. Сейчас по этому инструменту у нас котировка 98.62. И здесь мы находимся недалеко от многомесячных максимумов. И получается, когда мы проходим 99, то уже идем к отметке 100. Можем ли мы пойти на эту отметку 100? Можем пойти, потому что если посмотреть на фьючерс по ставке ФРС, то показывает вероятность 80% на то, что в декабре 14-го числа будет ставка повышена. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. С одной стороны это не 100%, поэтому 80% означает, что может быть еще и не будет повышения. Но с другой стороны, допустим на прошлой неделе в начале ноября у нас вероятность была 70%. Поэтому вероятность растет с каждым днем. И, соответственно, здесь получается фактор позитивный для американской валюты. И также хотелось бы отметить ситуацию на рынке облигаций. Здесь очень интересная тенденция происходит. Доходности растут и американские бумаги, и немецкие бумаги. И получается, вроде бы, как здесь тогда получить сигнал, как здесь торговать. А торговать очень просто. Мы смотрим на разницу. На разницу между доходностью американских и бумаг немецких. И эта разница сейчас очень существенная. Она изменилась по сравнению с последними днями. Если, допустим, у нас в понедельник данная разница была 1,65% или 165 байсных пунктов. Можно и так, и так это называть. И так, и так верно. То есть 1,65%. То есть сейчас уже 1,80%. На 0,15% спред разница изменилась. И изменилась пользуя именно американских бумаг. И таким образом это всегда хорошо для доллара. И здесь мы на текущем графике видим, что у нас спред. Бумага Германии, США, линия синего цвета, он упал. И пара евро-доллар также у нас движется вниз. Причем, если посмотреть на текущий график, мы видим, что спред упал более сильно. Пара евро-доллар у нас также падала, но не так сильно. Поэтому здесь еще сохраняется потенциал для снижения котировок. Если же посмотреть по технике, то у нас пока что никакого сильного тренда нет на даниевках и часовках. На четырех часовках есть значение по EDX 28,5. То есть тренд вниз накапливается, но пока еще не 30. Поэтому получается EDX пока показывает флет. И в целом мы стоим во флете. Вчера у нас такая вялая торговля была. У пари немножко потом выросли. Сейчас пытаемся подрасти. Но пока что стоим в этом флете. И здесь у нас получается RCI тоже пока не показывает никаких экстремальных областей. Ни на днивках, ни на четырех часовках, ни на часовках. Поэтому здесь получается следующая тенденция. На мой взгляд мы будем сегодня снижаться от верхней границы этого флета до нижней. И здесь в идеале конечно продавать от 1,09,53. Это верхняя граница этого флета. Но здесь может рынок туда и не сходить. Может падать еще раньше. Поэтому я бы определил две области для продаж. Это первая область 1,09,21. Верхняя по болиджеру на часовиках. И вторую продажу можно разместить на 0,09,53. Это та самая верхняя граница флета. И выходим из позиции на нижней границе флета. Получается это 1,08,64. Вчерашний минимум. Это у нас первая цель сегодня. И вторая цель это 1,08,21. У нас также сегодня будут данные по институту Мичигана по потребительской уверенности. И здесь на мой взгляд мы тоже можем увидеть хорошие данные. Почему можем увидеть хорошие данные? Потому что потребительская активность она у нас исходит из среднего заработка. То есть, если в кармане денежек стало побольше, то и растет потребительская уверенность. И наоборот, если количество денег стало меньше, то люди ограничивают себя в покупках, в тратах. И если вспомнить те данные, которые у нас были ровно неделю назад, в пятницу, 4 ноября, тот самый знаменитый рынок труда, который каждый месяц по пятницу выходит в Америке, это нон-фарма, и безработица, и средний заработок, то вот тогда средний заработок продемонстрировал очень сильный рост. Причем такого роста никто не ожидал. Высокие темпы роста. И данные у нас это, получается, были 4 ноября за октябрь. Таким образом, в октябре доходы увеличились. Сегодня данные за ноябрь. Ноябрь еще не закончился. Предварительные данные Мичиганский институт подсчитал, и сегодня нам их предоставят. И получается, что если у вас в октябре денежек стало побольше, вы получили зарплату, то в ноябре вы можете увеличить свои траты, то есть побаловать себя, купить то, что раньше, допустим, хотели купить, но не могли купить из-за того, что вроде как денег не хватало. Поэтому здесь и получается, что можно ожидать непосредственно роста птилильской активности, плюс у нас уровень безработицы общий по стране, по Америке сократился. То есть те, кто были безработные, стали работающими, получили зарплату. Те, кто давно работают, их зарплата увеличилась. Поэтому здесь получается все неплохо. Ну и, соответственно, этот фактор тоже хороший для американской валюты. То есть мы сможем увидеть укрепление доллара. Поэтому здесь ставим две цели. Это нижняя граница флета 1.0864, то есть вчерашний минимум, и 0.821. После этого уже дальше будем смотреть, что у нас будет обрисовываться по данной валютной паре. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Пока же вы пишете свои вопросы, мы тогда поговорим о следующей нашей валютной паре, паре фунт-доллар, которая не хочет никак у нас падать, и вчера вроде бы пыталась упасть. После того, как мы наш вебинар провели, дошла до 1.2376, но резко пошла вверх, и ситуация в этой паре достаточно такая запутанная, потому что с одной стороны пара игнорирует весь негатив, который есть, то есть и доллар укрепляется, и нефть падает. Вчера мы говорили о падении нефти, и то, что статистика из Великобритании была плохая. Вчера были данные по Америке по заявкам на пособие за работе, данные вышли хорошие, лучше консенсус прогноза пара это все проигнорировала. Получается, здесь можно сделать вывод о том, что в этой паре есть покупатели, которые имеют много денег, и своими деньгами они двигают рынок вверх, то есть игнорируют весь этот негатив. И тогда, получается, нам нужно покупать, тем более на это указывают уже технические индикаторы, а здесь у нас и на часовках, и на дневках, и на четырех часовках EZX в трендовой области тренд вверх. Получается, нужно покупать. Но сегодня я бы не стал покупать, потому что сегодня пятница, последний день недели, и движение может быть обратно, то есть покупки могут закрывать, и в итоге мы увидим движение вниз. Что меня настораживает в поведении британской валюты, то есть, почему я бы сегодня не покупал, и продавать тоже получается, пока смысла нет, потому что рынок весь негатив игнорирует. То есть, негатива сейчас много, тут и спред изменился против британской валюты, спред облигаций, и нефть упала на текущем графике, мы видим снижение нефти, и британская валюта, линия красного цвета также падала, но потом резко отошла вверх. Получается раскоррелировалась с нефтью, нефть сейчас снижается, пара идет резко вверх, и статистика тоже за доллар, и вроде бы можно продавать, но не хочет рынок падать, поэтому ситуация для меня будет пока запутана, я бы побыл сейчас в стороне, ничего бы здесь не делал, переждал бы сегодняшний день. Допустим, если исходить с того, что пришли на рынок большие покупатели и двигают рынок вверх, то у меня вот пока непонятно, зачем они пришли, если посмотреть на индекс доллара, то у нас доллар укрепляется как евро, как японское иене, допустим, китайскому юаню укрепляется к рублю, вчера был резкий рост доллара, если вы на это внимание обратили, очень сильный такой рывок был. Поэтому и канадский доллар также падает, новозеландский доллар падает, то есть получается все такие ключевые валюты развитых, развивающих стран падают к доллару, кроме британской валюты, фунт идет вверх. Поэтому, если допустим, получается, что здесь доллар растет и доллар растет очень глобально, а глобальный такой рост он обычно происходит в течение длительного времени. То есть, такие вот тренды существенные, они не формируются на один-два дня. То есть, здесь уже заходят такие большие участники с большими деньгами по доллару и они в итоге двигают рынок вверх. Причем это очень долго происходит. Потом идет откат, потом опять дальше вверх. Это вот по аналогии можно посмотреть на пару доллар японской иены. Двигают рынок вверх, потом коррекция случается, ее сразу быстро выкупают, опять двигают вверх, у нас новый максимум. Потом опять коррекция, опять новый максимум. И вот потихоньку потихоньку пара приближается к той цели, которой мы недавно говорили 107.50. То есть, еще немножко осталось на этой цели. То есть, тренд такой очень длительный и существенный. Но здесь получается вот какая-то ситуация, поэтому я пока не знаю, зачем, если покупатели пришли, зачем они пришли, то есть, что они хотят здесь сделать, если в целом ничего хорошего по британской валюте пока что нет. То есть, зацепиться не за что. Я понимаю, еще были бы какие-то факторы, допустим, там отменили решение по Brexit, новый референдум или еще что-то в этом роде. То есть, тогда да, действительно какой-то позитив. Но никакого позитива в принципе нет. И получается, что здесь ситуация такая запутная. Поэтому я бы сегодня побыл в стране, потому что, с одной стороны, можно сейчас купить, на эту технику указывает, но с другой стороны, мы можем увидеть сильные падения и тогда, допустим, фунт также будет следовать в целом по всему рынку. То есть, весь рынок падает к доллару, и фунт также будет падать. А мы купили, и тогда получается, попали в просаг. Поэтому если вот, допустим, сегодня фунт упадет, и упадет очень сильно, так существенно, то есть, сильно это как, допустим, на 1.24 куда-нибудь упадет, или там 24.40, тогда в понедельник можно будет говорить о продажах, тогда получается, начинается тенденция вниз. Но пока что мы вниз не стоим, не идем, и вроде бы и покупать и так опасно, и продавать тоже опасно, поэтому лучше побыть в стороне. Так, что у людей в головах, которые покупают фунт на фоне? Роман, полностью с вами согласен, мне вот это тоже интересно, потому что, действительно, если бы доллар, допустим, укреплялся только к евро и к иене, тогда можно было бы сказать, что, допустим, это какое-то там локальное укрепление, какие-то свои там идеи и так далее. Но доллар укрепляется и к рублю, и к канадскому доллару, к новозеландскому доллару, к китайскому юаню, к мексиканскому ПС. То есть, там, в принципе, можно наоборот уже считать по пальцам те валюты, которым доллар не укрепляется, чем те валюты, которым доллар укрепляется. Вот здесь такая ситуация. Поговорим о паре доллар-японской иены. Вот здесь ситуация более такая понятная. И по технике, по фундаменту здесь мы движемся вверх, обновляем максимум. И по технике пока на часовках флэт, по EDX, на четырех часовках тренд. То есть, и можно уже рассчитывать на продолжение тенденции вверх. Вчера мы говорили о том, что сто семь пятьдесят можем увидеть как вот в четверг, так и в самое ближайшее время. Вчера мы дошли до сто шесть девяносто четыре. Сейчас флэт, причем такой узкий. И судя по всему, в самое ближайшее время мы выходим дальше вверх, там на сто семь двадцать, сто семь пятьдесят. Получается, что сто семь пятьдесят это такая существенная область сопротивления. Я думаю, что мы ее сегодня не возьмем. То есть, если мы сегодня дойдем до этой отметки, то там лучше все позиции закрывать, потому что уровень очень сильный и скорее всего будут позиции фиксировать, потому что сегодня пятница. закрытия недели. Поэтому это такая основная цель сто семь пятьдесят. Если мы ее доходим, все закрываем. Промежуточная цель сто семь двадцать. Там проходит у нас также уровень сопротивления. Поэтому здесь по паре, на мой взгляд покупать можно с текущих сто шесть семьдесят. Также разместить байлимит на нижнюю по боллинжеру. Это на часовом графике это отметка сто шесть пятнадцать. Вроде бы далеко от текущих уровней сто шесть пятнадцать. Но пара уходит очень быстро, туда-сюда по пятьдесят пунктов за полчаса. Поэтому мы можем и не заметить, как пара за полчаса быстро упала и быстро за полчаса восстановилась обратно. Поэтому туда также можно разместить на нижнюю по боллинжеру покупку. У нас нижняя граница по флету это сто шесть двадцать четыре, а боллинжер сто шесть тринадцать, пятнадцать. Поэтому где-то здесь получается как раз может быть также разворот вверх, если все-таки туда движение будет. Может быть даже и не будем мы идти вниз, сразу пойдем вверх на вот эти отметки сто семь двадцать, сто семь пятьдесят. Поэтому покупаем сейчас и ждем рост котировок. То есть по технике четырех часовки показывают вверх, часовки пока показывают флет, потому что мы в целом во флете пока стоим. Флет начался вчера в американскую сессию. Что касается новостного фона, то здесь я бы хотел обратить ваше внимание на рынок облигаций. Там просто безумие творится. Такого давно не было. Каждый день спред очень сильно изменяется. Спред облигаций десятилетия США и Японии растет. И мы на этой неделе каждый день об этом говорим, что спред растет и пара будет расти, пара растет, спред опять растет, пара значит еще раз будет расти и так далее и тому подобное. И вот на текущем графике все это наглядно представлено. Мы можем визуально посмотреть и понять, что у нас происходит здесь с данной валютной парой. И мы видим, что из спреда пара растут, но причем спред растет более сильно, более быстро, поэтому пара отстает. И раз пара отстает, пара будет догонять. поэтому здесь получается, что сто семь пятьдесят, как я уже говорил, это такое вот событие, наверное, ноября месяца. А так я ожидаю и сто десять в том числе. Может быть даже сто десять в ноябре увидим, потому что видите, как события быстро развиваются. А может быть в декабре. То есть вот так вот ноябрь-декабрь сто десять, я думаю, то есть пара будет подтягиваться за спредом. Спред очень сильно и быстро, самое главное, убежал вверх. То есть буквально за три дня такой резкий рывок. То было спред 1,8% еще в понедельник. Сейчас уже 2,15%. То есть это очень такое большое изменение на 0,35%. Спред обычно меняется так месяца два. А тут прям буквально сколько вот у нас четыре торговых дня прошло и резко ситуация изменилась. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что инвесторы, те самые инвесторы, которые обладают большими капиталами, которые двигают рынки, они сейчас настроены в этой валютной паре явно за доллары. И они спешат купить эти доллары. Спешат купить американские облигации по ставкам, которые сейчас хорошие на рынке. И таким образом здесь получается для американского доллара здесь все позитивно и пара будет расти. Поэтому получается, что такой вот базовый сценарий на сегодня, в самое ближайшее время это вот 107.50 мы доходим сильное сопротивление у нас. Потом откат у нас, я думаю, будет коррекция. Коррекция может быть, как будет, такая небольшая, там пунктов на 50, 70, может быть, побольше даже. Может быть, уйдем куда-нибудь на 106. То есть пунктов на 150 коррекция будет такая вот пару дней там продолжительная. И после этого уже будет дальше еще одна попытка взять 107.50. как мы только ее берем, два дня подряд закрываем выше этой отметки, то идем затем на 110. Будет 110 в ноябре или в декабре покажет время, но я вот по-прежнему ожидаю именно этих уровней. То есть, здесь есть тренд, тренд очень сильный. В тренде торговать достаточно просто, понятно. То есть, как торговать в тренде это открываем позиции по этому тренду, то есть, тренд значит, покупаем, когда покупаем, на коррекциях. То есть, увидели откат, вошли и такая тенденция. Поэтому, как только мы видим откаты, входим, ждем рост котировок на сильных сопротивлениях, такие как, допустим, там, 107.50, 110, мы закрываемся, ждем откатов сильных, потом еще раз входим, и вот такая тенденция. The trend is your friend, тренд твой друг, как гласит известная американская биржевая поговорка, поэтому здесь все достаточно хорошо развивается и хорошие возможности для заработка у нас присутствуют, это самое главное. Поэтому, покупаем сейчас и покупаем пониже, на 106.15 цели, это у нас уровни сопротивления, области уровня сопротивления 107.20, я бы округлил, 107.25, на 107.20, и 107.50. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я надеюсь, что вы с вами отвечу. Роман, благодарю вас за вопрос по Магниту, вчера увидел ваш вопрос, забыл ответить, приношу свои извинения. Что касается акций Магнита, то я бы их закрыл позицию, позицию закрыл бы с убытком, это, конечно, не очень хорошо, но это факт. Здесь почему ситуация по Магниту плохая, потому что один из руководителей Магнита выставил большой объем на продажу, он уже половину процента всех акций, которые у него есть, то есть, его зовут Сергей Гордеичук, один из руководителей Магнита, и он, у него в собственности было 1,1% Магнита, и полпроцента он уже продал, это сильно рынок продавило вниз, и по его заявлениям он будет в самое ближайшее время продавать и оставшуюся часть, то есть, рынок еще получается более сильно идти вниз. Может быть, этот человек устал работать в Магните, может быть, поругался с президентом компании, но, в общем, раньше этот человек был настроен на то, чтобы покупать акции Магнита, и покупал их на откатах, то теперь этот человек продает акции и продает большими пакетами, как раз именно его продажи вызвало провал по котировкам Магнита. То есть, я так, когда ставил прогноз по Магниту, я не мог никак это прогнозировать, потому что я с этим человеком не знаком и никак не мог прогнозировать то, что этот человек соберется продавать большие пакеты акций. Здесь получается, что это именно такая тенденция плохая в краткосрочной перспективе, сейчас вот, ноябрь, может, в декабре, то есть, он не сказал, когда будет дальше продавать оставшиеся пакеты, может быть, это в декабре он сделает, может быть, в январе, но затем, когда вся ситуация устаканится, то все вернется на круги своя и рынок дальше будет расти. Поэтому, здесь получается, краткосрочно для Магнита ничего хорошего нет. А если, допустим, просто держать с прицелом на долгосрок, то Магнит, я думаю, вырастет и покажет рост, и мы увидим рост на 11 тысяч, на 12 тысяч, но это уже будет не сейчас, допустим, сегодня. То есть, если вы думаете, что вот у вас позиция такая краткосрочная, тогда ее лучше ликвидировать. Если у вас есть возможность просто держать эту позицию на, допустим, три месяца, три-четыре месяца, то я бы ее оставил, потому что я думаю, что весной мы увидим уровни 11, 11 500, 12 тысяч по Магниту. Потому что, в целом, я думаю, что в следующем году будет хороший рост российского рынка акций, то есть, все будет расти не только Магнит, но и другие компании. Потому что, я думаю, тот самый кризис, который товарищ Улюкаев, министр, один из наших, ищет, я думаю, что в четвертом квартале текущего года, вот этот четвертый квартал, который сейчас у нас проходит, я думаю, он как раз и будет у нас уже, именно этот кризис сформирован, и в 2017 году начнется рост. Почему я так думаю? Потому что на это указывают опережающие индикаторы делового цикла. Они сейчас показывают нарост экономики, маленький, но рост. Поэтому получается, что начнется рост, судя по всему, на мой взгляд, и как раз акции пойдут все вверх. То есть, и Сбербанк на новый максимум, и Магнит пойдет выше, и так и тому подобное. Поэтому, краткосрочно лучше ликвидировать, если есть возможность держать 3-6 месяцев, то я бы держал, все будет нормально. Даже если есть возможность, сейчас бы еще немножко прикупил на этой просадке, чтобы средняя цена была получше. Вот здесь такая ситуация. Большой инвестор продал большой пакет, и в этой связи Магнит упал. Поэтому, тут никак нельзя прогнозировать действия таких вот инвесторов. Так, что касается нефти, то по нефти у нас, значит, я думаю, будет падение продолжаться, по нефти бренд. Вчера мы увидели свечку медвежью и дневную. Сегодня, я думаю, вся ситуация будет продолжаться. Поэтому, цели уже назывались 44.90, 43.60, они актуальны. Цели, если смотреть на промежуточную цель, перед 44.90, промежуточная цель, уровень поддержки 45.33 по бренд. Почему вниз? Здесь я бы выделил причины, как технические, допустим, на дневках EDX вниз смотрят, причем активно вниз. Активная такая трендовая область вниз на дневках по EDX, по RSI еще нет у нас на дневках перепроданности 35 значений. То есть, по дневкам мы можем падать и обновлять минимум этой недели. По четырех часовкам и часовкам у нас флет рисуется, но поскольку старший таймпрейм в приоритете, поэтому здесь получается отдаем приоритет именно дневкам, а на дневках сильная продажа по технике. Что касается фундамента, то здесь две причины. Во-первых, у нас растет добыча в ОПЕК, вне ОПЕК, там, России, Америка и так далее, там, Казахстана и прочие страны, которые нефти добывают. Включение добычи это всегда плохо, это плохо либо долгосрочно, либо краткосрочно. Но в любом, не будем даже так заглядывать далеко вперед, что долгосрочно это плохо, но краткосрочно это плохо. Ближайшая такая новость, важная по нефти, это заседание ОПЕК 30 ноября, поэтому до этого дня нефть может падать, там дальше, либо дальше падаем, либо разворот. Вот такой прогноз по времени. До 30 ноября падение. Плюс еще доллар укрепляется, когда доллар укрепляется, то нефть падает. Вот здесь такая ситуация. Что касается российской валюты, то по рублю, вот вчера мы проводили вебинар по индексу DAX, и я вчера вечером говорил, что мы по российской валюте будем падать, то есть получается пара нового рубля будет расти, и тогда мы называли несколько целей, по которым мы будем двигаться. И вот тогда говорили, что у нас цель 65.20, первая промежуточная, потом 66.30. Мы цель 65.20 вчера у нас сделали, более поздно вечером. Теперь получается либо большой откат, где-нибудь 65, плюс-минус вверх, либо даже этого небольшого отката не будет, и мы дальше пойдем вверх. Пока 65.20, котировка. То есть если увидим 65, можно еще раз закупить. Если мы это не увидим, то мы сразу идем вверх. Теперь у нас получается цель 66.30. Когда она будет, трудно сказать, может быть сегодня, может быть на следующей неделе уже. Поэтому пока что вот да, я думаю будет рубль падать 66.30. Дальше 66.90, и вот там уже будет интересно, потому что 66.90, это ключевая такая область сопротивления. Если мы ее берем, то дальше 70. Вот такие области 65.20, 66.30, которые вот у нас ближайшие, мы одну взяли, теперь к второй идем. Это такие второстепенные области сопротивления. Их может пара легко пройти. А вот 66.90, это сильная область. Можем ее и не пройти. То есть может быть у нас максимум либо 66.90, там плюс-минус копейки. Либо если мы берем, то тогда уже на 70. Поэтому вот в самое ближайшее время, до 30 ноября, если мы делаем 66.90, и 30 ноября нефть также падает, то 70 в декабре, я думаю, мы увидим. А может быть 66.90, это будет максимум, и все, потолок, и дальше опять будем падать куда-нибудь на 65, 64. Вот такая здесь ситуация. Что касается DAX-30, то по DAX-у мы вчера вебинар проводили, специальный вебинар именно DAX-у посвящен. И там говорили, что нужно с DAX-ом делать. С DAX-ом необходимо покупать, и цель это 10 890. Почему DAX- покупать? Посмотрите наш вебинар, видеозапись уже есть на нашем сайте в разделе обучения и уроки. Там есть подробный обзор, подробный прогноз, и там все это подробно описывается. Что касается Новозеландца, Егор, даю вас вопрос по Новозеландцу. Мы на этой неделе говорили, что у нас есть ключевая область поддержки. Если мы эту область поддержки берем, то есть закрываем день ниже этой отметки, то тогда мы можем Новозеландец продавать, потому что можно будет ожидать снижения котировок. И Новозеландец у нас на этой неделе так себя и повел. То есть мы закрыли день, мы говорили, что в понедельник у нас минимум, не в понедельник, а в вторник. У нас есть минимум понедельника 0.73.16. Если мы закрываем вторник ниже этой отметки, то продаем. Мы закрыли вторник ниже этой отметки на уровне 0.72.77. И можно было продавать. И цель у нас была средняя по Боллинджеру. Мы ее достигли вчера. Поэтому по Новозеландцу на этой неделе прогноз выполнен. Сейчас я бы пока ничего не делал. Я бы дождался закрытия недели. На следующей неделе дальше уже можно будет смотреть. То есть тот прогноз, который во вторник мы говорили, он отработан. Поэтому новый прогноз я пока давать не буду. В понедельник тогда уже постараюсь дать новый прогноз, если на это будут указывать и технические, и фундаментальные факторы. Поэтому пока давайте подождем немножко до понедельника. Что касается канадца, американский доллар, доллар канадский пара, то здесь я думаю, что будем расти к верхней по Боллинджеру 1.35.55. А сейчас котировка 1.34.87. Поэтому покупайте на откатах. Вот допустим по Боллинджеру на часовиках средние 1.34.74. Покупайте здесь. Покупайте также на 1.34.30. Это нижняя граница по Боллинджеру. И цель это 1.35.55. Верхняя по Боллинджеру на дневном графике. Вот здесь такая ситуация. Вашим коллегам, также хотелось бы сделать небольшой анонс. Мы для вас, наших клиентов, запускаем интересный и уникальный сервис. Это персональный консультант, где можно получить консультации и обучение индивидуально. То есть, скажем так, вебинары 1 на 1. Я провожу данные консультации. То есть, вот допустим, сейчас мы с вами проводим вебинары и нас с вами много. Можно подключить этот сервис и мы с вами уже 1 на 1 индивидуально будем работать. То есть, будем изучать рынок и также рассмотрим одну хорошую торговую стратегию, по которой можно торговать и зарабатывать самое главное. И плюс, все, кто пройдут успешное тестирование в рамках этого проекта, имеют возможность получить бонус 35% на свой торговый счет. То есть, это бонус полностью участвовать в просадке, полностью доступен для увеличения торговых оборотов. То есть, это настоящий бонус 35% от депозита. Таким образом, здесь вы можете получить как индивидуальное обучение. Это 4 урока в течение месяца, 1 урок в неделю в течение часа. Мы с вами наедине будем работать, рассматривать рынок. Все вопросы, которые у вас будут, я на все вопросы ваши отвечу. Расскажу теми сервисами, которыми я пользуюсь при анализе рынка, потому что меня тоже очень часто спрашивают, где что посмотреть и так далее и тому подобное. Все это мы рассмотрим, все покажу, как чем пользоваться. И также, если составлю для вас определенное тестирование, то есть, чтобы материал закрепили, как вот в школах, в институтах. И, соответственно, если вы все это успешно сдадите, а должны сдать успешно, потому что, если материал будет понятен, то и тестирование также будет пройдено. И, соответственно, вы сможете получить подарок от нашей компании. Бонус, настоящий бонус 35% на свой торговый счет. Что касается по этой услуге, то для того, чтобы ее подключить, нужно просто пополнить депозит на 5 тысяч долларов и более, то есть 5 и выше. И услуга вам становится полностью бесплатна, ничего платить за это не надо. То есть, здесь одно условие – это пополнение на 5 тысяч долларов и более. Как только пополнились, обращайтесь к своему персональному менеджеру и оставляйте заявку. И затем мы уже с вами свяжемся и будем проводить данные уроки. И, соответственно, дальше уже будем работать. То есть, услуга полностью бесплатна, только лишь условие пополнения от 5 тысяч долларов. Либо также там можно пополнять в евро и в рублях. То есть, подробные условия есть на нашем сайте. Заходите в раздел «Обучение». Там есть страница, называется «Персональный консультант». И там все подробные условия есть. И также, если есть какие-либо вопросы, у вас есть персональный менеджер у каждого. Также можно все спросить и вам все подробно расскажут. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Все вопросы мы ответили, анонсы сделали. В понедельник, 14 ноября я вас всех жду на вебинаре «Ежедневный обзор рынка в 10.30 по Москве». У нас впереди выходные. Желаю всем приятного отдыха. Хорошенько нам всем с вами нужно отдохнуть, чтобы в понедельник со свежими силами вновь начать зарабатывать на финансовых рынках. Еще раз всем успехов, хорошего отдыха.